итак это мега разборка на канале отвертка давайте попробуем посмотреть из чего же состоит старый блок питание зарядки зарядка да 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 зарядка от смартфона изолента конечно уже отжила свое по-любому это все на выброс идет и так что мы имеем довольно-таки мощный аппарат написано зарядное устройство cbt и так далее так 42 вольта 250 миллиампер часов разъем ребятки ужас как о как у какого проприоритарного вида я таки конечно не видел сейчас такой не найти и мы его принципе что мы сделаем я даже специально возьму кусачки и сохраню его для хозяйства разъемчик очень интересный ну прям ну прям покупительно интересный сохраняем так нас просто интерес имеется к таким аппаратом именно как стиль сборки что как почему и так далее так какой год какой год ну тут никак не понять какой год я скажу следующее это у нас я буду разбирать потому что на 4 вольта мы сейчас пока что ничего не применяем а это у нас где-то 90-е года 90-е года блок питания так 220 вольт подавалась именно эту часть соответственно 4 выпрямляющих диода мостовая схема идет ток ограничивающий резистор малоумный соответственно конденсатор тут применяется у нас 400 вольт 2 и 2 микрофарада это в принципе нормально будет для всего для нагрузки соответственно что мы видим дальше дальше у нас идет выпрямление сглаживание конденсатор этот уже относится у нас 25 вольт и соответственно здесь у нас транзистор применяется мощный транзистор короче где здесь у нас релаксационная скорее всего схема с обратной связью через трансформатор мощный транзистор здесь у нас применяется импортного типа где-то он там до 10 ватт выдерживает соответственно все это дело загоняется на импульсный трансформатор ферритовый вот после этого у нас идет вторичная обмотка вторичная обмотка уже выдает свои 4 вольта чем-то как было написано 4 2 идет у нас диод диодик вот этот у нас имеется и после диода у нас идет конденсатор 16 вольт 220 микрофарад и светодиодик красненький он показывает что у нас есть напруга на на том маленьком разъеме что можно сказать никаких микросхем не применяется теплоотвода не применяется потому что этот транзистор порядка 10-15 ватт может выдержать особенный импортный типоразмер импульсного трансформатора вполне я доверяю сколько там у нас пишется так 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 250 миллиампер 250 миллиампер это честно это правильно это не по-китайски вот ну здесь вот по-русски написано так что вот это вот зарядное устройство правильное сборка конечно немножко хаотичная если мы посмотрим на саму сборку на все вот эти вот детальки чуть-чуть они там пляшут вот эта сборка ну как китай скорее всего китай ничего плохого не скажу мы увидели внутренности вот этого аппарата с другой стороны печатная оплата промытая даже промытая как ни странно чуть-чуть промытая никаких так сказать вопросов нету провод подпаивали уже видимо ремонтировали вот в общем по 250 миллиампер вполне нормальная штука а это была мега разборка мы сегодня рассматривали зарядное устройство именно внутреннее внутреннее содержание зарядных устройств для наших старых бывалых смартфонов nokia это мега разборка на канале отвертка вот такая наша электрическая жизнь и так сегодня у нас мега разборка на канале отвертка канал домашнего мастера помните наши мега разборки у нас мы разбирали смартфон санью санью а здесь у нас адаптер сколько у нас он 5,2 вольта 800 миллиампер сборка оригинальная будем говорить так ничего плохого не скажу широкая такая здесь у нас складывается все это дело комплекте шел еще переходничок под наши розетки и так далее и мне захотелось именно вам показать что же у нас интересного в нем есть именно свое прочтение соответственно разъем проприоритарный он у нас сейчас нигде к нам не подходит раньше такую фигню делали вот именно для зарядки блин надо было вот такой разъем иметь и только такой зарядный блок смотрите какой у нас здесь винтик стоит фиг раскрутишь но мы не привыкли отступать и раскрутить его поможет блин киножурнал хочу все знать мы сейчас раздолбим и посмотрим как же санью делала такие аппараты такие аппараты мы сейчас все это дело расколошматим отвертка ху вот это винтец хорошо смотрим смотрим дорогие наши зрители обратите внимание смд монтаж и перегрев перегрев наблюдался на плате потемнение такое коричневатые вот как раз пошли уже более двух тысячи десятые года где-то вот в этом районе и вот начали выпускать так сказать смд монтажом и так далее отвод тепла никакой и вот подогревается вся вот эта часть эта часть в 220 вольт но пока что нет вот 220 220 под нагрузочках хорошо было а это у нас уже видимо стабилизация идем дальше вот видим вот эти вот контакты понимаешь ли контакты китайские и все это дело просто напросто механически передавалось вот на эти вот вот на эти вот зажимчики разъемчики разъемчики здесь токи небольшие идут там до лампочки так что хорошо и так что мы наблюдаем 220 вольт поступает на вот эти вот разъемы на разъемы все это дело потом выпрямляется с помощью диодов разъем запитан у нас через токоограничивающий резистор вот он у нас стоит это малоумный чтобы токи были небольшие так при при запуске потом у нас идет 250 вольт 2 и 5 что ли микрофарада а может даже и меньше вот выпрямляется все это дело потом все это дело вот это у нас оптопара это оптопара управляющая задающая так сказать колебания смотрим импульсный трансформатор ну блин он видите он даже такой лишь подгоревший какой-то такой коричневый такой замученный и так далее перегрев на нем был соответственно корпус без каких-либо проветривание и так далее так что у нас еще тут наблюдается по выходу по выходу диод диодик у нас стоит потом электролит дроссель и еще раз электролит и больше ничего тут нету даже нету никакого светодиода так это у нас оптопара применяется обратная связь соответственно вот у нас стоит транзистор тут транзистор стоит и здесь у нас пришпандерен к нему термосопротивление скорее все при большом нагреве она уменьшает при закрывает и так далее а тут транзистор простой вот треховыводной транзистор прилепленный прямо на плату якобы для отвода тепла и видно что он грелся потому что вот это вот сама плата здесь такая коричневенькая здесь светлая зеленовато а здесь коричневая соответственно диод да здесь простенькая схема релаксационная обратная связь через оптопару транзистор сопротивление термосопротивление и все она там резонирует будем говорить так и возникают колебания более-менее регулировка от нагрева это вот это вот термосопротивление тут у нас имеется соответственно у нас имеется конденсатор это у нас конденсатор соединяет вы высокие и низкие напруги здесь у нас буквально 001 микрофарад а якобы он там снимает какую-то напряженность не более не менее зачем такие конденсатор ставит ну как то так вот что еще можно сказать так фильтрация 105 градусов хорошие конденсаторе тут применяется 100 пяточки потому что здесь все-таки нагрев идет я вам уже вначале показывал вот смотрите здесь у нас все под поджаренные довольно таки и с этой стороны тоже плата у нас поджаренная так а это у нас скорее всего 2 ампера это у нас самовосстанавливающийся предохранитель скорее всего 2 ампера самовосстанавливающийся предохранитель это или сбойнул или что-то такое он как бы выключает схему вот или перегрузка пошла он перегревается и выключается после некоторого времени он остывает и обратно включается есть такое решение но в таком приборе может быть может где-то перегрузка где-то перегрев например определенный соответственно терморезистор вот этот срабатывает и при большом перегреве когда идет полностью какая-то мощная перегрузка чтобы не было возгорания по сети вот этот предохранитель у нас улетает но ненадолго он потом восстанавливается почему такой интересный и большой ну вот как то так итак мы сегодня посмотрели интересный блок питания санью это родной от смартфона 5 2 вольта 800 миллиампер часов если честно этот трансформатор ну на 800 не очень-то тянет и вы видите он такой подгорелый чуть-чуть коричневый как запекшийся сахар но сегодня все это была мега разборка на канале отвертка зарядное устройство от производителя и так на канале отвертка сегодня у нас мега разборка мы рассматриваем последнего из магика это зарядное устройство фирмы nokia он у нас что дает а он у нас дает сейчас посмотрим 200 200 миллиампер и 37 вольта 355 миллиампер ну грубо 300 миллиампер 37 вольта nokia nokia как ни странно так год изготовления если честно тут никак не понять nokia финн финланд финланд соми давайте откроем его здесь у нас такие интересные больным винты что фиг найдешь мы их сразу откручиваем выкидываем то что этому оставлять уже эту железяку не будем таких напрок у нас уже нету нам нужно 5 вольт и выше посмотрим что финские наши сборщики делали и как делали а тут у нас дорогие наши зрители правильный аппарат финляндия так контакты контакты 220 вольт смотрите вот такие вот механические вот они стоечки красиво трансформатор сделал красиво это не китайский это у нас первичная обмотка первичная обмотка разъем понятен так следующее что у нас давайте мы попробуем вынуть этот трансформатор а это у нас трансформаторный блок питания это никакой не импульсный это настоящий правильный аналог здесь у нас трансформатор применяется 30 15 копейками что-то такое и так далее но не 30 ваттный это точно не 30 ваттный самый простецкий разъем но разъем сейчас такой можно где-то уже доставать ладно можно а он уже 400 раз припаяны но можно его просто отрезать и используют хозяйстве по нужде и вот мы наблюдаем там вот чуть чуть внизу это вторичная обмотка разделенная 220 вот оно и вторичка токи небольшие будем говорить так тут токи в принципе небольшие сколько там 350 да здесь самая простецкая схема дорогие наши зрители ничего тут такого нету мощного даже даже электролит даже электролит не впаяны здесь должен был еще электролит быть но его нет вот видите ножки даже еще остались на и ножки здесь должен был электролит стоять электролита нет здесь у нас применяется так а что тут у нас применяется сейчас мы посмотрим тут надо выпаивать там у нас находится диоды 4 штуки диодики 4 штуки выпрямление не более не менее и все это у нас конденсатор для якобы защиты от в ч помех я не знаю что он делает но факт такой электролита тут нету скорее всего он выпаяли при ремонте или при замене а припаять не припаяли но это не я делал это не моя работа вот трансформатор промышленная сборка смотрите красиво сделанные заваренные тут и так далее его применять звуковоспроизведение никак нельзя вот а в хозяйстве можно оставить если честно можно оставить он там это крышечку можно конечно не приподнимать он нам выдает здесь сколько сейчас мы посмотрим выдает 37 вольта 37 вольта всего-то может где-то хозяйстве пригодится не знаю но может быть вот самый простецкий мы увидели самое простецкое зарядное устройство после ремонта без конденсатора диоды у нас тут стоят понимаешь ли стандартные буржуйские вот и все не более не менее он выдает честную свою напругу греться но я бы сказал он не будет греться потому что китайские трансформаторы например вот эти как красиво сделано чтобы они не соприкасались как положено вот концы завитые такие опайка красивая сделана китайские трансформаторы например у них меньше делают первичку из-за этого трансформатор греется и очень часто выходит из струи или разваливается будем говорить так вот намотка тоже паршивая очень часто внутренний обрыв первичной обмотки бывает вторичка меньше так сказать страдает а здесь ничего так сказать сложного нет самый простецкий вариант 220 на выход идет 37 после этого выпрямления конденсатор еще один конденсатор должен стоять и плюс-минус и пошел вот так вот незамысловато фирма nokia делала ну почти что в прошлом веке вот такие вот блоки зарядки или блоки питания или зарядные блоки для своих старых смартфонов nokia на которые мы смотрели которые мы разбирали наших прошлых мега разборках энергетики вам и хороших воспоминаний ну Субтитры создавал DimaTorzok